Иван Своим фирменным коктейлем «Сердце дьявола» он разбил не одно женское сердце. Он разбил мое сердце! Алексей — один из самых креативных барменов Санкт-Петербурга. Настолько креативных, что некоторые считают, что он прилетел с другой планеты. Алексей с гордостью утверждает, что игру «Керлин» придумал именно он. Потому что он нажимает тряпку, ставит швабру в кладовку и оглядывается, не услышали ли его посетители. Его фирменный коктейль «Полет в космос». Я не чувствую зимового притяжения! Главная цель каждого из них — доказать другому, что он лучше. Я в тебе раздеваю! Всем привет! Это битва барменов, а это значит, что сегодня мы снова будем разматывать друг друга. Нет-нет, это я буду разматывать тебя. Бред, друзья, вы видели, чтобы жонглёр размотал бармена? Сегодня мы решили не мелочиться и сделать крутые, большие пати-коктейли. Ну а решать, кто же из нас сегодня будет лучше, будет специально приглашённый гость. Говорят, что слово «сексуальность» было придумано, глядя на её большие, красивые глаза. Ну а тот, кто сегодня, ну или как всегда у нас окажется хуже, того ждёт казнь! Ну об этом чуть позже, а пока коктейли. Я, честно говоря, ещё не знаю, что там намутил этот лысый, но я знаю вот что. Если вы хотите удивить своих гостей, то вам нужно проявить немного фантазии. Именно поэтому я готовлю свой коктейль в домашнем фонтане. Для приготовления коктейля нам нужно будет смешать ром, сахарный сироп и лимонный сок в шейкере. И только потом сверху добавить игристое вино. Для приготовления коктейля нам, конечно же, понадобится лед. Затем добавляем ром. На такой фонтан нам потребуется примерно 200 мл. И самое важное в конце сделать хороший шейк. И теперь отфильтровываем наш коктейль фонтан. Ну и, конечно же, сверху нужно добавить игристое вино. Приблизительно пол-литра. Когда мы только заговорили про пати-коктейли, мне в голову сразу же пришел всеми любимый пунш. Для приготовления пунша мне понадобится светлый ром, белое вино, сахарный сироп, лимонный сок, немного цитрусовых. Ну а чтобы вы не заморачивались о том, где приготовить большой коктейль для большой компании и на утро не были кастрюли, я предлагаю вам приготовить этот коктейль в арбузе. Порезаем сердцевину арбузом. Выкладываем мякоть вместе с коктейлью. Перепонти. Сахар. Ну и, конечно же, друзья, пол-литра. Ну а приглашенный гость сегодня это наша коллега Прекрасная Кристина. Несмотря на то, что выглядит она на 16, ей уже есть положенные 18 лет. И ей можно пробовать наши коктейли. Кристина, приходи к нам. Всем привет. Ну что я сегодня попробую? У меня это пунш в арбузе. А у меня сауэр с игристым вином из фонтана. Специальная подача для тебя. Я думаю, она тебе понравится. Очень интересно. Ну, начну с арбуза. Я думаю, после того, как она попробует мой коктейль, она даже не будет пробовать Ванину и сразу поднимет мою руку и я. Очень вкусно. Но тут вообще есть алкоголь? Ну что, настало время пробовать мой коктейль. Пожалуйста. Надеюсь, он тебе понравится. Пожалуй, я допью этот коктейль до конца. Я считаю, что в сегодняшнем соревновании победил Иван и его фонтан! Да! Теперь мы все вместе будем купаться в фонтане на день ВДВ. Дорогие друзья, мы сейчас находимся у бара Держись. Как вы помните, Алексей проиграл этот батл, и поэтому мы придумали для него наказание. А наказание это мытье общественного туалета. Давайте посмотрим. Ну как ты здесь, мистер Прокер? А? Справляешься? Ты здесь, мистер Продолжение следует.